Деяния святых апостолов И собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря, «Не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь Ты Царство Израилю?» Он же сказал им, «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее Самарии и даже до края земли». Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали, «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо?» Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии с субботнего пути. «И придя, взошли в горницу, где и пребывали Петр и Яков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Яков Алфеев и Симон Зилот, и Иуда, брат Якова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией и Матери Иисуса и с братьями его. И в те дни Петр, став посреди учеников, сказал, было же собрание, человек около ста двадцати, «Мужи, братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой устами Давида об Иуде, бывшем в вожде тех, которые взяли Иисуса. Он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего, но приобрел землю неправедную мздою, и когда не зринулся, расселось с чрева его и выпали все внутренности его. И это сделалось известно всем жителям Иерусалима, так что земля та на отечественном их наречии называется Акелдама, то есть земля крови. В книжах же Псалмов написано, да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство его да приимет другое. Итак, надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения его. И поставили двоих Иосифа, называемая Варсавою, который прозван Иустом, и Матфея. И помолились и сказали, Ты, Господи, сердцеведец всех, покажи из сих двоих одного, которого ты избрал, принять жребий с его служения и апостольством, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место. И бросили они жребий, и выпал жребий Матфею, и он сопричислен к одиннадцати апостолам. Деяние, глава вторая. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою, си говорящие, не все ли галилеяне? Когда, как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились парфяне и имидяне и ламиты и жителями Сапотами, иудеи, каппадоки, понта и аси, фриги и помфилии, египта и частей Ливии, прилежащих к Киринеи, и пришедшие из Рима, иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне? «Слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божиих». И изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит. А иные, насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина. Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им, «Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим, они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня, но это есть предреченное пророком Иоилем. «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от духа моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь, и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и славный, и будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назорея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете. Всего по определенному совету и предведению Божию преданного. Вы взяли и пригвозив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем, видел я перед собой Господа всегда, ибо он одесну и меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании. Ибо ты не оставишь души моей в ваде, и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь меня радостью перед лицом твоим. Мужи и братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о право ца Давыде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком, и зная, что Бог с клятвой обещал ему отплодать, чересла его, воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, «Он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в ваде, и плоть его не видела тления. Всего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак, он, быв вознесен десницей Божией и приняв от Отца обетование Святого Духа, и излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давыд не вошел на небеса, но сам говорит, «Сказал Господь Господу моему, сиди, одеснуй меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Итак, твердо знай весь дом Израиля, что Бог садял Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли». Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, «Что нам делать, мужи-братья?» Петр же сказал им, «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, «Спасайтесь от рода сего развращенного». Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилась в тот день душ около трех тысяч, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Деяния, глава третья. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятой. И был человек хромой от черева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, смотревшись в него, сказали, «Взгляни на нас!» И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа, Назорея, встань и ходи!» И, взяв его за правую руку, поднял. И вдруг укрепились его ступни и колени. И, вскочив, встал и начал ходить. И вошел с ними в храм, ходя, исскоча и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога. И узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни. И исполнились ужасы и изумления от случившегося с ним. И как исцеленный храмой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов. Увидев это, Петр сказал народу, «Мужи израильские, что дивитесь всему или что смотрите на нас, как будто бы мы своей силой или благочестием сделали то, что он ходит? Бог Авраама Исаака Иакова, Бога Отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись перед лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили. Всего Бог воскресил из мертвых, с чему мы свидетели. И ради веры во имя Его, имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него даровала Ему исцеление сие пред всеми вами. Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. Бог же, как предвосвистел устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрада от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века. Моисей сказал отцам, Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня. Слушайтесь Его во всем, что Он не будет говорить вам. И будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа. И все пророки от Самуила и после него, сколько их ни говорили, также предвозвестили дни сии. Вы сыны пророков и завета, которые завещевал Бог от Сам вашим, говоря Аврааму, и в семени Твоем благословятся все племена земные. Бог воскресил Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших. Деяние, глава четвертая. Когда они говорили к народу, к ним приступились священники и начальники стражи при храме, и садукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресенье из мертвых, и наложили на них руки и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер. Многие же, и слушавших Слово, уверовали, и было число таковых людей около пяти тысяч. На другой день собрались в Иерусалим начальники их, и старейшины, и книжники, и Анна, первосвященник, и Каиафа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвященнического. И, поставив их посреди, спрашивали, «Какой силой или каким именем вы сделали это?» Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им, «Начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требует ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, тогда будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен Он перед вами здрав. Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Видя смелость Петра и Анны, и приметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки. И приказав им, выйти вон из Синедриона, рассуждали между собой, говоря, «Что нам делать с этими людьми?» И во всем живущем в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть всего. Но, чтобы боли не разгласилось это в народе, с угрозой запретим им, чтобы не говорили об имени семь никому из людей. И призвав их, приказали им, «Отнюдь не говорите, не учите о имени Иисуса!» Но Петр и Иоанн сказали им в ответ, «Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». А они же, пригрозив, отпустили их, не находя возможности наказать их по причине народа, потому что все прославляли Бога за происшедшее. Ибо лет более сорока было тому человеку, над которым сделалось сие чудо исцеления. Быв отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали, «Владыка Божий, сотворивший небо и землю и море и все, что в них, ты устами отца нашего Давида раба твоего», сказал духом святым, «Что метутся язычники и народы замышляют тщетные? Восстали цари земные и князи собрались вместе на Господа и на Христа Его. Ибо поистине собрались в городе сем на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобою, Ирод и Понтий, Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой. И ныне, Господи, возри на угрозы их, и дай рабам твоим со всей смелостью говорить слово твое, тогда, как ты простираешь руку твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем святого сына твоего Иисуса. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все духа святого, и говорили слово Божие с дерзновением. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великою силой свидетельствовали воскресение Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного, и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось в чем, кто имел нужду. Так Иосия, прозванный от апостолов Варнавой, что значит сын утешения, Левит, родом Кипрянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. Деяние, глава 5. Некоторые же муж именем Анания, женой своей Сапфирою, продав имение, утаил из сыны, сведомой жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал, Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить из сыны земли? Чем ты владел, не твое ли было и приобретенное продажей, не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу? Услышав все слова, Анания пал бездыханен и великий страх объял всех слышавших это. И встав, юноши приготовили его к погребению и вынеся похоронили. Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее, скажи мне, за столько ли продали вы землю? Она сказала, да, за столько. Но Петр сказал ей, что это согласились вы искусить духа Господня? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего и тебя вынесут. Вдруг она упала у ног его и спустила дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвую и вынеся похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улице и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все. Первостященник же, и с ним все принадлежащие к ереси саддукейской, исполнились зависти и наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную темницу. Но ангел Господень ночью отворил двери темницы и выведя их и сказал «Идите и став в храме говорите народу все сии слова жизни». Ани выслушав вошли утром в храм и учили. Между тем первосвященник и некоторые с ним придя созвали Синедрион и всех старейшин и снова драилевых и послали в темницу привезти апостолов. Но служители придя не нашли их в темнице и возвратившись донесли и говоря темницу мы нашли запертую и со всей предосторожностью и стражей стоящих перед дверями но отворив не нашли в ней никого. Когда услышали эти слова первосвященник начальник стражи и прочие первосвященники недоумевали что бы это значило. Пришел же некто и донес им говоря «Вот мужи которых вы заключили в темницу стоят в храме и учат народ». Тогда начальник стражи пошел со служителями и привел их без принуждения потому что боялись народа чтобы не побили их камнями. Приведя же их поставили в Синедрионе и спросил их первосвященник и говоря «Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени всем и вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека?» Петр же и апостол в ответ сказали «Должно повиноваться больше Богу нежели человеком». Бог Отцов наших воскресил Иисуса которого вы умертвили повесив на древе его возвысил Бог десницей Своей в начальника и спасителя дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов «Свидетели ему всем мы и Дух Святой которого Бог дал повинующимся ему». Слышав это они разрывались от гнева и умышляли умертвить их став же в Синедрионе некто фарисе именем Гамалиил законоучитель уважаемый всем народом приказал вывести апостолов на короткое время а им сказал мужи израильские подумайте сами с собой о людях с их что вам с ними делать ибо незадолго перед всем явился Февда выдавая себя за кого-то великого и к нему пристало около четырехсот человек но он был убит и все которые слушались его рассеялись исчезли после него во время переписи явился Иуда Галилеянин и увлек за собою довольно народа но он погиб и все которые слушались его рассыпались и ныне говорю вам отстаньте от людей сих и оставьте их ибо если это предприятие это дело от человеков то оно разрушится а если от Бога то вы не можете разрушить его берегитесь чтобы вам не оказать сей Бога противниками они послушались его и призвав апостолов били их и запретив им говорить о имени Иисуса отпустили их они же пошли из Синедриона радуясь что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие и всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об имени Иисуса Деяния святых апостолов глава шестая в эти дни когда умножились ученики произошел у еленистов ропот на евреев за то что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей тогда двенадцать апостолов созвав множество учеников сказали нехорошо нам оставив слово Божие пищись о столах итак братья выберите из среды себя семь человек изведанных исполненных святого духа и мудрости их поставим на эту службу а мы постоянно пребудем в молитве и служении слова и угодно было это предложение всему собранию и избрали Стефана мужа исполненного веры и духа святого и Филиппа и Прохора и Никанора и Тимона и Пармена и Николая Антиохийца обращенного из язычников их поставили перед апостолами и сии помолившись возложили на них руки и слово Божие росло и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме и священников очень многие покорились вере а Стефан исполненный веры и силы совершал великие чудеса и знамения в народе некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киринейцев и александрийцев и некоторые из Килики и Асии вступили в спор со Стефаном но не могли противостоять мудрости и духу которым он говорил тогда научили они некоторых сказать мы слышали как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога и возбудили народ и старейшин и книжников и напав схватили его и повели в Синедрион и представили ложных свидетелей которые говорили этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон ибо мы слышали как он говорил что Иисус Назарея разрушит место сие и переменит обычаи которые передал нам Моисей и все сидящие в Синедрионе смотря на него видели лицо его как лицо ангела глава седьмая деяния тогда сказал первосвященник так ли это но он сказал мужи братья и отцы послушайте бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии прежде переселения его в Харран и сказал ему выйди из земли твоей из родства твоего из дома отца твоего и пойди в землю которую покажу тебе тогда он вышел из земли халдейской и поселился в Харране а оттуда по смерти отца его переселил его бог в сию землю в которой вы ныне живете и не дал ему на ней наследство не на стопу ноги а обещал дать ее во владение ему и потомство его по нем когда еще был он бездетен и сказал ему бог что потомки его будут переселенцами в чужой земле и будут в порабощении и притеснении лет четыреста но я сказал бог произведу суд над тем народом у которого они будут в порабощении и после того они выйдут и будут служить мне на всем месте и дал ему завет обрезания по всем родил он Исаака и обрезал его восьмой день а Исаак родил Иакова Иаков же двенадцать патриархов патриархи по зависти продали Иосифа в Египет но бог был с ним и избавил его от всех скорбей его и даровал мудрость ему и благоволение царя египетского фараона который поставил его начальником над Египтом и над всем домом своим и пришел голод и великая скорбь на всю землю египетскую и ханаанскую и отцы наши не находили пропитания Иаков же услышав что есть хлеб в Египте послал туда отцов наших в первый раз а когда они пришли во второй раз Иосиф открылся братьям своим и известен стал фараону род Иосифов Иосиф послав призвал отца своего Иакова и все родство свое душ семьдесят пять Иаков перешел в Египет и скончался сам и отцы наши и перенесены были в Сихем и положены во гробе который купил Авраам ценой серебра у сыновьем Мора Сихемова а по мере как приближалось время исполнится обетование о котором клялся бога Аврааму народ возрастал и умножался в Египте до тех пор как как восстал иной царь который не знал Иосифа сей ухищряясь против рода нашего притеснял отцов наших принуждая их бросать детей своих чтобы не оставались живых в это время родился Моисей и был прекрасен перед богом три месяца он был питаем в доме отца своего а когда был брошен взяла его дочь Параонова и воспитала его у себя как сына и научен был Моисей всей мудрости египетской и был силен в словах и делах когда же исполнилось ему сорок лет пришло ему на сердце посетить братьев своих сынов израилевых и увидев одного из них обижаемого вступился и отмстил за оскорбленного поразив египтянина он думал поймут братья его что бог рукой его дает им спасение но они не поняли на следующий день когда некоторые из них дрались он явился и склонял их к миру говоря вы братья зачем обижаете друг друга но обижающий ближнего оттолкнул оттолкнул его сказав кто тебя поставил начальником и судьей над нами не хочешь ли ты убить и меня как вчера убил египтянина от сих слов моисей убежал и сделался пришельцем в земле Мадиамской где родились от него два сына по исполнении сорока лет явился ему в пустыне горы синая ангел господень в пламени горящего тернового куста моисей увидев удивился видению а когда подходил рассмотреть был к нему глаз господень я бог отцов твоих бог Авраама и бог Исаака и бог Якова моисей объятый трепетом не смел смотреть и сказал ему господь сними обувь с ног твоих ибо место на котором ты стоишь есть земля святая я вижу притеснение народа моего в Египте и слышу стинание его и не шел избавить его и так пойди я пошлю тебя в Египет всего моисея которого они отвергли сказав кто тебя поставил начальником и судьею всего бог через ангела явившегося ему в терновом кусте послал начальником и избавителем сей вывел их сотворив чудеса и знамение в земле египетской в черном море и в пустыне в продолжении сорока лет это тот моисей который сказался нам израилевым пророка воздвигнет вам господь бог ваш из братьев ваших как меня его слушайте это тот который был в собрании в пустыне с ангелом говорившим ему на горе синаи и с отцами нашими и который принял живые слова чтобы передать нам которому отцы наши не хотели быть послушными но отринули его и обратились сердцами своими к египту сказав арону сделай нам богов которые предшествовали бы нам ибо с моисеем который вывел нас из земли египетской не знаем что случилось и сделали в те дни тельца и принесли жертву идолу и веселились перед делом рук своих бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному как написано в книге пророков дом израилев приносили ли вы мне заколения и жертвы в продолжении сорока лет в пустыне вы приняли скинию молохова и звезду бога вашего римфана изображение которое вы сделали что поклоняться им я переселю вас далее вавилона скиния свидетельство была у отцов наших в пустыне как повелел говоривший моисею сделать ее по образцу им виденному отцы наши с иисусом взяв ее внесли во владение народов изгнанных богом от лица отцов наших так было до дней Давида все обрел благодать перед богом и молил чтобы найти жилище богу иакова соломон же построил ему дом но всевышний не в рукотворенных храмах живет как говорит пророк небо престол мой и земля подножие ног моих какой дом созиждите мне говорит господь или какое место для покоя моего не моя ли рука сотворила все сие жестоковы иные люди с необрезанным сердцем и ушами вы всегда противитесь духу святому как отцы ваши так и вы кого из пророков не гнали отцы ваши они убили предвоздействивших пришествие праведника которого предателями и убийцами сделали сныне вы вы которые приняли закон прислужения ангелов и не сохранили слушая сие они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами стефан же будучи исполнен духа святого возрев на небо увидел славу божию и иисуса стоящего одесну и бога и сказал вот я вижу небеса отверстые и сына человеческого стоящего одесну и бога но они закричав громким голосом затыкали уши свои и единодушно устремились на него и выведя за город стали побивать его камнями свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем савла и побивали камнями стефана который молился и говорил господи иисусе приими дух мой и преклонив колени воскликнул громким голосом господи не вмини им греха сего и сказав сие почил господи